Здравствуйте, любители тенниса! Сегодня хочу рассказать свой взгляд на подачу топорик. Как ее освоить, что для этого надо понимать, пытаюсь сейчас поделиться с вами. Смотрите, когда мы при топорике желаем, чтобы мяч как можно короче подался, мы добавляем больше нижнего вращения, то есть делаем вот такое движение. То есть замах, как классический, да, на топор и движение чуть-чуть снизу сбоку. Дальше, когда мы желаем придать больше бокового вращения, можно немножко сместить палец, можно немножко сюда его поднять, взять удобно кисть, чтобы была свобода работы, полная свобода кистью. И сделать больше бокового вращения, то есть повести мяч, ракетку вот навстречу мяча и чиркнуть практически сбоку, чуть ли не впереди самого мячика. Ну, с учетом угла попадания в стол. Вот. Дальше с этой подачи очень удобно сделать обманку, когда мы делаем замах на топорик и делаем вращение вот этой стороной накладки. То есть получается довольно-таки интересно, довольно-таки неожиданно. То есть эта подача требует достаточно серьезной подготовки. Вы должны хорошо чувствовать мяч, и каждым своим движением можно менять немножко вращение. То есть касаемся вот больше здесь одно вращение, больше бокового, больше нижнего. То есть куда мы подводим мяч, то мы и получаем. Еще хочется сказать, вот многие в комментариях пишут, что там не так, не так подбросил. Ну, еще раз, я знаю правило. Подбрасывать над белой линией, касаться мяча нельзя. Просто ракурс иногда съемки получается так, что движение кажется над столом. Вот ракетка должна коснуться мяча до белой линии, а потом она может двигаться куда угодно, хоть до самой сетки. Это все разрешено правило. Второй момент. Подброс, естественно, не с кончиков пальцев, а с открытой ладошки. Но когда ты берешь 2-3 мяча и подбрасываешь, чтобы один остался в руке, или достаешь из кармана, чтобы делать серию, а не разово встал, приготовился, встал в стойку и начал подавать. Нет. Вот когда это все на камеру и просто показ. Но иногда у нас получается, что подброс вот таким образом не четко выполнен. Ну, я за это как бы извиняюсь, но предлагаю смотреть суть ролика. Предлагаю смотреть понимание, как это все происходит. То есть, чем короче мы желаем подать подачу, тем больше добавляем нижнего вращения. Чем больше бокового, естественно, тем свободнее разгон, тем резче работает кисть в точке касания с мячом. Итак, смотрим ролик. По-прежнему жду ваших комментариев. На этом у меня все. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА